Добрый вечер! Для начала проясним ситуацию с монетами, что это за артефакты, откуда они у вас и почему вы так щедро, я так понимаю, готовы сегодня ими поделиться и расскажите правила нашего конкурса. Добрый день, уважаемые читатели, ну, скажем, добрый день, уважаемые посетители презентации, потому что я не чувствую себя надеждой, я думаю, что не все, может быть, прочтут эту книгу, да и не всем, наверное, в России история Византии сильно интересна, хотя вроде бы должна. Ну, спасибо вам за то, что вы на эту презентацию пришли, и я надеюсь, что вы все-таки эту книжку прочитаете. Знаете, иногда хочется воспроизвести то, что уже получалось. Большое спасибо магазину Библиоглобус, потому что здесь проходит уже, наверное, третья презентация моей книги, а в этом магазине как раз так удачно продаются четыре моих книжки. Вот я надеюсь, что к окончанию презентации принесут еще две и покажут. Книжка императора Византии, наверное, есть в восьмом зале, просто так, я, правда, не успел проверить, когда сюда ехал. Так вот, первая презентация моей первой книжки была именно в Библиоглобусе, и мы думали, как ее сделать интересной и привлекательной, и решили устроить розыгрыш античных монет, а книжка называлась «Император Византии», прямо в зале. Вот, по-моему, даже и барабан был похожий, может, не уверен, что именно этот, но барабан там был такой же. И мы, вы знаете, дело в том, что, что такое монета. Монета – это исторический артефакт, это свидетель истории, и иногда часто думают, что, например, монета античная – это какая-то чрезвычайная редкость, которую невозможно нигде найти. Это и так, и не так. Античных монет достаточно много, государство чеканили довольно много, особенно, допустим, той же самой бронзы. И, в общем-то, в современном мире при прозрачности границ, при том, что существует огромное количество нумизматических аукционов, существует огромное количество нумизматических магазинов, найти там подлинный античный материал не составляет большой проблемы, что я, собственно говоря, и сделал. Естественно, я не копаю сам монеты, упаси Боже, не разоряю культурные памятники. Вот это, вот я вижу уже там некие коллеги показывают кулак, вот, те, кто знает, что это такое. Вот, но, ну, понимаете, факт остается фактом. Понимаете, вчера была презентация, позавчера мы с моим коллегом Митаилом Батырским были в музее Рублева в Андроневском монастыре, и мы как раз говорили о том, что, что такое вот доступ к историческому артефакту частного лица. Это хорошо или плохо? Это благо или это зло? Как посмотреть? Вот, опять же, византийский пример. Если вы хотите найти наиболее полное собрание, допустим, византийского искусства, там, работы по металлу, работы по золоту, то где вы это найдете? Вы это найдете в соборе Сан-Марко, в Сокристии Сан-Марко, где прекрасно представлены византийские предметы. Как они там оказались? Они были вывезены рыцарями из разграб... Да, они были вывезены венецианцами из разграбленного Константинополя. Но то, что осталось в Константинополе, то погибло после штурма города турками и вообще, так сказать, веков турецкого владычества. А то, что вывезли венецианцы, оно вот удивительным образом сохранилось. Или, допустим, несчастные памятники той же самой Сирии. То, что вывезено в Лувр или то, что вывезено в Берлин, оно, в общем-то, уцелело. А вот вы знаете, что даже в самое недавнее время памятники подверглись разграблению и уничтожению. Или, допустим, можно сколько угодно говорить плохого про лорда Эльжина, который вывез что-то из Турции, но это сохранилось. А это, в общем-то, ну, незаконно. Это, в общем-то, были вывозы. Человек платил взятки турецким чиновникам, вывозил вещи там из Парфенона и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, я просто приобрел легальным образом здесь, в Москве, монеты, привезенные из Запада, прежде всего, с нумизматических летов Западной Европы. Это, в общем, достаточно несложно. И более там, честно могу сказать, вы прекрасно понимаете, что каких-то чудовищных редкостей или там исключительного состояния здесь нет. Конечно, мы постарался... То есть, все монеты подлинные, все монеты настоящие. Это все ястиниан. И я постарался подобрать и на тот же номинал. Это византийский холес. Ну, как бы, 40 копеек к тому времени. То есть, монеты в 40 номер. Правила у нас будут такие. Я привез 24 монеты, из которых планирую разыграть половину. Почему половину? Дюжина. Да, вот привычный счет для несовременного человека – это дюжина. Поэтому... А почему и двойное количество? Да что, просто, ну, вот, знаете, то, что привез, вроде бы, ты и выбрал. А так выберет случай. Я возьму 24 монеты, их запакую. Они будут с бумажечкой, что это такое. После чего мы их опустим вот в эту прозрачную. Транспарантность. Прозрачности – это наше все. Мы любим прозрачность. Я сейчас работаю в сфере прозрачности. Это очень правильно и хорошо. Мы погрузим их сюда. Значит, и вот в этот лотерейный барабан будут опускаться, ну, наверное, чеки, да, мы не будем каких-то билетиков специальных выписывать. Просто, если кто-то хочет принять участие в розыгрыше, берется чек на книжку императора Византии, извините, Естинян, пишите фамилию, бросаете в лотерейный барабан. Пока время есть, презентация идет, вот. И, соответственно... Это уже сейчас можно начинать делать, так понимаю. Да? Ну, у кого есть, так сказать, чеки... А мне это чуть позже, да? Да, вот можно там книжку пробить, прийти с чеком, положить барабан. Вот и все. Так вот, когда мы это делали в первый раз, мы разыграли, по-моему... Но мы разыграли мелкую медь, мелкую медь Рима, это был 1997 год. Получилось так, что все, кто пришел на презентацию, все ушли с монетами. Потому что пришло человек 30, они эти монеты все и унесли. Вот мы решили... Я решил повторить такую вот историю. Ну и спасибо молодой гвардии, что эту идею поддержала, потому что вещь-то необычная. Не каждый день это... Мы монеты не сейчас будем опускать? Нет, монеты можно просто сейчас посмотреть. Вдруг кто-то скажет, я не хочу такое брать, это плохие монеты. Ну, главное. Да, пожалуйста. Но мы их не выбираем, выберет их случай. Хорошо, то есть это все потом мы их опустим в эту прозрачную... Да, вот можно посмотреть. Сергей Борисович, я знаю, что вы выпускник Московского университета, не знаю, какой у них факультет оканчивали. Как вообще ваш интерес к Византии зародился? Расскажите, пожалуйста. Хорошо, я сейчас расскажу. А вот, кстати, и принесли книжки. Сколько у меня времени? Я могу долго рассказывать? Ну, до семи. До семи? Хорошо. Значит, постараюсь. Скажем так, если у нас получится решить техническую проблему и подгрузить презентацию, у нас еще будет плюс 15 минут. А если не получится, то я буду занимать ваше внимание без демонстрации слайдов. Случилось это так. Я действительно учился в Московском университете. Правда, я заканчивал химический факультет. Мне, в общем, не стыдно в этом признаться. Это очень хороший факультет. Но всю жизнь я мечтал писать. Вот, любил писать. И даже когда-то ходил на политический семинар, в юности вел, если не ошибаюсь, Кирилл Кавальджи. Вот я даже к нему ходил учиться. И вот, учась на химфаке и одновременно желая что-нибудь написать, я однажды проходил по главному зданию МГУ, видел книжку. Она называлась «Люди императорского Рима». Как сейчас помню, она стоила 5 рублей. Это было где-то в году в 90-м. Я даже не помню, что такое 5 рублей в 90-м году. Много это или мало. Ну, наверное, это что-то значило. Я ее купил и на 2 дня выпал из учебного процесса. То есть я не мог оторваться. А когда, значит, оторвался, я решил посмотреть, а что было дальше на Востоке. И обнаружил, что популярных книг по истории Византии нет. То есть они либо старые, значит, либо они совсем старые, например, дореволюционные, либо это учебники, которые написаны более-менее популярно, но все равно это, в общем-то, учебники. Но книжки, в которые можно было, как Федоровой, почитать в кратком виде биографию Византийского императора, таких книг нет. Ну, были там, значит, работы Диля, работы Курбатова, но все это было неполно. И я решил постараться попробовать. И, знаете, у меня получилось. Мы долго издавали первую книгу, которая называлась «Император Византии». Сначала у нас я работал в издательстве «Красная площадь» и пытался издать ее в своем издательстве. А нет ничего сложнее, чем в своем издательстве издать свою книжку. Все время, ну, так получается. Ну, как бы, сказать, тот, кто работает в издательстве, должен в нем работать, не книжки в нем издавать. Вот. Но мы ее, тем не менее, издали, даже взяли кредит. Это была наша первая кредитная история, и, честно, его вернули. Вот. И она была издана десятитысячным тиражом. Книжка пошла неплохо, и у меня осталось много материалов. Много материала. Много материала у меня осталось неиспользовано, в том числе по Ирану. Это, в общем-то, параллельно со своей основной работой я вот долго-долго делал и сделал вот такую вот книжку. Она называется «Царица Арии Сосанида». Вот. Она, кстати, есть здесь в салоне коллекционера. Я надеюсь, сегодняшний день она там снова появится. Вот. Я издал эту книжку, и издание оказалось достаточно успешным. Не потому, что оно там быстро продалось. Продалось-то оно как раз не быстро, и еще даже не продалось. И вот оно еще досталось мне немножко. Но эта книжка победила в конкурсе «Книга года Ирана» в 2011 году. Это немало. Ну, русские нечасто выигрывают этот конкурс, она выиграла. Несмотря на то, что я являюсь химиком, и, в общем, не претендовал на какой-то глубокий историзм. Это книжка популярная. Моя задача – популяризация истории. То есть я не историк сам. Я там что-то знаю. Знаю нумизматику Сосаницкого Ирана. Немножко знаю нумизматику Византии XI века. Естественно, знаю историю. Ну, больше, чем среднестатистический человек. Но я не ученый историк. Скорее, нумизмат – это вспомогательная историческая дисциплина. Была написана эта книга. Со временем, ну, мне показалось, что надо все-таки... Знаете, вот я работаю сейчас консультантом в сфере экономики. Любой консультант хочет работать поменьше, достигать больше успехов. Вот я решил, что, наверное, будет проще всего взять и издать обновленный вариант. И вот, знаете, его сложно поднять. Появился вот такой вот вариант книжки императора Византии. Мы долго работали с художником Владимиром Шишковым. Вот первую книжку я... Книгу «Царица Арии Сосанида» я тоже делал с художником Владимиром Шишковым. Вот самую первую книжку делал другой художник, Николай Ильич Турбовской. Вот, а эту книжку делал Владимир Леонидович Шишков. И нам понравилось это сотрудничество. Мы сделали с ним вторую книгу. Мне вот, знаете, я... А первых вариантов нет у вас? Ой, это... Нет, у меня... Нет, у меня, спасибо. Это самый первый, даже черный переплет. Там было два завода... Не переплет, точнее, черная обложка. Был черный... Это как раз Красная площадь. И это Красная площадь. Красная площадь... Издать, что Красная площадь жива и работает. Вот я такую книжку из... Можно я покажу ее? Спасибо большое. Вот из такой книги... Вот из такой книги... Появилось вот это. Вот. И, в общем... Здесь около тысячи иллюстраций. Я так скажу. Ну, желающие могут ее посмотреть. Она тоже здесь в салоне коллекционерцей будет. Тяжело даже освобождать с каким-то... Для культуристов. Для культурных людей. Ну, бывает и культуристы. Книжки читают. Да, исполняют. В общем, здесь около тысячи иллюстраций. Мы действительно с Володей Шишковым... Эта книжка победила в конкурсе про священие через книгу в 15-м году. А вот в 17-м... В 17-м она даже выиграла одну из номинаций Макаревской премии. Что, в общем-то, немало. Ну, и, соответственно, когда у тебя вот... Ну, у меня, естественно, было много материала по Ястиня. И, наверное... Мне кажется, что я пришел с улицы. То есть я просто позвонил в издательство, сказал, вот я бы хотел встретиться. Может быть, у меня что-то вот интересное есть. И так получилось, что издательство такую встречу назначило. Мы поговорили с главным редактором. И, в общем, результатом этого явился договор. Это моя первая книжка, которую я пишу как настоящий большой писатель. Хотя вот мне уже 50 лет недавно исполнилось. Вот я... Первая книжка, которую я пишу как настоящий писатель. То есть договор, сроки, значит, просрочка, наказание за просрочку. Значит, исправление ошибок и неисправленные ошибки, которых здесь достаточно много. Я их, надеюсь, исправить. Если второе издание не будет, я их вообще дуплю. Ну, да. Будем надеяться, что все впереди в этом плане. Сергей Борисович, с какими трудностями вы столкнулись при работе над биографией Ястиньяна? Вы об этом частично упоминаете в предисловии книги. Расскажите, пожалуйста. Ну, первая трудность – это недостаток времени. Потому что, конечно, такую книгу надо делать дольше. Вот я безмерно уважаю ныне ушедшую от нас Александру Алексеевичу Калову, которая, ну, многие из присутствующих наверняка знают ее по работам. Она много писала о Византии. Она переводила Прокопия Кесарийского. По ее переводам я работал. Когда она узнала... Мы общались с ней незадолго до ее ухода. Когда она узнала, что я собираюсь написать книжку про Ястиньяна за один год, ну, в общем, она весьма скептически отнеслась к этой идее, потому что, конечно, это тяжелая работа. И это я теперь понимаю. Да, первая проблема – мало времени. Но вторая проблема, я об этом здесь пишу, что такое вообще жизнь замечательного человека. Это его жизнь. Вот, а Ястиньян не оставил мемарок. Невозможно понять, что он думал. То есть остались только вещи. Остались, например, сведения о нем. Прежде всего, конечно, великолепные книги про Копия Кесарийского. К нему можно по-разному относиться, но, тем не менее, он довольно много писал о Ястиньяне. Остались книги о нем. Остались его законы. Остались его посвятительные надписи. Остались свидетельства о том, какими эти надписями были. Но не осталось ничего, что могло бы нам достоверно показать, что Ястиньян думал. Ну, по-моему, дневниковые записки – их нет. Мемуары – их нет. Многие речи, большинство речей, которые Прокопий воспроизводит в своих книжках, это, конечно же, не то, что Ястиньян реально произносил. Это действительно то, что полагалось по канонам тогдашнего книжного дела вложить в устатство на персонажа. Это раз. Во-вторых, жанр жизни замечательных людей предполагает некую... Ну, если бы писалась научная работа, я, во-первых, за нее бы не взялся, хотя бы потому, что... Я еще раз говорю, я популяризатор истории, я сам не историк. Например, я совершенно недостаточному уровню знаю греческий язык. Я не могу читать, например, про копии кисарийского в оригинале. Что должен делать история? Например, там... Ну, правда, сейчас к этому по-разному относятся, многие из вас понимают, о чем я говорю, но, тем не менее, с моей точки зрения, историк, который занимается периодом, должен язык знать. Хотя вот Александра Алексеевна говорила, что раньше нет, а сейчас пошли даже кандидаты наук, которые не знают греческого языка. Ну, докторов вроде таких нет, которые язык не знают, а работают. Вот. Значит, но нужно же выбрать... То есть, неисторизм невозможен, но и делать скучное историческое исследование тоже не надо. То есть, должно быть что-то среднее. Это сложный жанр. Он не всем нравится. Историк может открыть и сказать, эта книжка там, ну, не представляет собой исторические ценности. Там, как вы скажете, здесь нет науки. Читатель, привыкший более легкому жанру, может сказать, эта книжка скучна, здесь слишком много цифр и фактов. И у меня есть отзывы на эту книгу среди моих знакомых, которые говорят, ну, зачем ты писал, что такое Византия, например. Ну, там это... Это скучно. Вот. Кроме того, выяснял неоднозначная фигура. Я вот позавчера говорил уже, вот, в музее Рублева, я с этого начал, наверное, я не люблю Ястиняна. Вы знаете, я начал писать книгу о человеке, который мне не нравится. Точнее, не то, что не люблю, но мне не нравится. Но я его очень уважаю. И по мере продвижения вот первой до последней страницы я уважал Ястиняна все больше и больше. За то, как он строил свое время, за то, сколько удалось ему сделать. Но личность эта неоднозначная. Например, идея Ястиняна восстановления Римской империи в ее прежних границах и реализована им частично. Это очень неоднозначный шаг с точки зрения стратегического успеха Византии. Во благо или во зло было, так сказать, воссоединение с Италией? Во благо... Это как присоединение Италии, да. Во благо оно или было во зло? Во благо или во зло было, допустим, взятие Северной Африки? Потому что через там 120 лет пришли... Даже не через 120, а даже раньше пришли арабы, и, собственно говоря, силы Византии были надорваны задолго до этого. Это сложная тема, это сложный человек, это непростой человек. Одно можно сказать, что человек этот весьма неординарный, он действительно замечательный. Понимаете, когда вы... Вот представьте себе, многие из вас работают. Многие из вас наверняка работают на каких-либо начальственных должностях. Вот представьте себе, что вы начальник, и вам нужно написать книжку о православной вере, и не просто ее написать, а доложить на Вселенском Соборе вопрос таким образом, чтобы возразить вашим оппонентам. Человек делает это лично, будучи императором. А это сложно. То есть необходимо изучать литературу, необходимо знать труды святых отцов, и так далее, и так далее. Гистинян это сделал, он мог это сделать. И, конечно, это заслуживает всяческого уважения. Его работоспособность. То есть он действительно работал по ночам, и, так сказать, спал очень мало, а когда строилась Святая София, спал на час меньше, потому что свой дневной отдых посвящал контролю строительства Собора. Это тоже, конечно, заслуживает уважения. Я, например, понимаю, что, допустим, ну и в российской истории такие параллели были. Вот, знаете, вот человек вроде, ну, так сказать, такой, знаете, железной рукой тащит светлое будущее, не задумываясь о том, чего это стоит окружающим. Ну, но тем не менее, там, он сам старается, и это не поручал своему окружению, он сам трудился. Это очень трудолюбивый человек, он заслуживает уважения. Но писать было трудно. Ну и жизнь замечательных людей, вот еще одно скажу. Понимаете, вот я там прочитал, я в интернете прочитал, я в интернете прочитал одного интересного блогера, который критикует жизнь замечательных людей, но он рассматривает тома жизни замечательных людей, довольно едко по ним проезжается. Я сейчас не помню, как его, я надеюсь, это вот какой-нибудь ближайший отпуск прочитать все его отзывы, мне они понравились. Так вот он... Я сейчас найду его, если... Это будет реклама. Ну, я этого не боюсь, я с него, так сказать, денег не получаю, я его даже не знаю, может быть, он здесь находится. Но дело в том, что вот он зацепился, по-моему, за Андрея, что ли, Рублева. Говорит, ну, нормальная книжка, да? Вместо того, чтобы мы читали про Андрея Рублева, мы читаем, как там вел себя средневековый мальчик, с чем он сталкивался, как работал иконописец, а что писать про Андрея Рублева? Ну, он был, есть иконы. Ну, как сказать, наверное, можно говорить о том, что было место, где, скорее всего, была его могила, и все. Что писать? Вот так же и здесь мне приходилось, действительно, писать какие-то вещи про жизнь раннесредневекового, позднеантичного мальчика, как мог человек учиться, что мог человек увидеть в Константинополе. Яснян провинциал. Вообще, вот тоже, кстати, такая вот интересная история, мы прекрасно понимаем, что такой пассионарный провинциал, он может многого достигнуть. Яснян родился, вообще-то говоря, но не совсем в медвежьем углу, это человек, который по нашим меркам родился где-нибудь в Тамбове, ну, или там, в Волгограде, да, допустим, или в Саратове. Вот человек, который вот родился где-то там, далеко, или в Казани, там, да, здесь много таких вот присутствует, вот он, вот, один из нас, да, вот он пришел, да, у него была, что называется, волосатая лапа. У него дядя был, ну, на наш уровень, он где-нибудь там генерал-лейтенантом. Вот дядя поднялся, пригласил столицу, но дальше он сам, дальше он лапками сам, так сказать, барахнулся. Никто ему, так сказать, не помогал до России, до императорского престола, никто его не тащил туда, так бы сказать, вон, своими способностями-то много. Скажем так, ему действительно повезло, но способности там были очень сильные. Да-да, простите. То есть вы не согласны с характеристикой Прокопия, А тут лучше микрофон. То есть вы не согласны с характеристикой Прокопия, что диземиану можно охарактеризовать двумя словами. Злобный дурак. Я не согласен с характеристикой два слова. Вот, отсутствие, значит, есть такой византинист, Сергей Аркадьевич Иванов, может кто-то знает его работы, и здесь наверняка продается его книжка «В поисках Константинополя» или второе ее издание, она имеет другое название, по-моему, Стамбул, я сейчас не помню, второе название, «Великолепные книги», вот тут я рекламу сделаю, «Великолепные книги». Если кто-то хочет увидеть Византию в Стамбуле, ему нужно купить книжку Иванова и с ней ходить по Стамбулу. Вот это будет, недельки за длиной можно будет что-то весьма много увидеть. Так вот, давая одно из интервью «Нездание о православии и мир», он говорил о том, что человек, который знает греческий язык, он не любит простых вещей. Я перефразирую, конечно, то, что сказал Сергей Иркальевич, он скорее всего не будет стараться, ему не будут нравиться простые решения. Я в греческом его не знаю, но простые решения мне тоже не нравятся. Это слишком просто. Вообще, злобный дурак, ну это вот, ну, в любом даже самом... В любом даже самом злобном дураке можно найти и добра, и ума. Нет, Юсня многогранная личность, она сложная, она непростая. Я еще раз хочу сказать, мне не очень нравится этот человек, но он не злобный дурак. Он безусловно талантливый человек, он безусловно человек целеустремленный, он безусловно человек холодный, где-то даже жестокий, при этом очень религиозный, с любовью к Богу, с любовью к жене. Вот, о, получится нас презентацию запустить? Нет, не знаете, не получится. Значит, он очень любил жену. То есть, это человек, который не просто любил жену. Если получится запустить презентацию, я покажу некоторые вещи из иллюстративного ряда книжки и более, но, во всяком случае, Юстиниан смог сделать то, что не каждому под силу. Он смог жениться на женщине, которую он любил. Женщине с весьма неоднозначной репутацией. Ну, согласитесь, что, как сказать, представьте себе, если вы вдруг узнаете, что кто-то, например, взял из дома терпимости женщину и женился на ней. Вот нам на сегодня, наверное, многим из вас это покажется, ну, во всяком случае, это точно необычный поступок. Он это сделал. Он это сделал, значит, и сначала ему пришлось изменить законодательство Римской империи, для того, чтобы он мог, будучи сенатором, жениться на бывшей актрисе, а потом он это сделал. Вот. И он любил Фила Феодору, это очевидно совершенно. Он после ее смерти клялся ее именем, он так и не женился, хотя мог, естественно. Вот. Он любил Бога, это чувствуется по его работам. Вот. Но при этом он мог отправлять на смерть десятки людей и, в общем-то, делал это ежедневно, и же часто. Время власти, время власти, время власти, ничего не страшно. Но злобный дурак он, конечно, не был. Ну, вот уже был задан первый вопрос, уважаемые читатели. Если есть еще вопросы, давайте я с удовольствием передам микрофон. У меня еще вопрос был. Подождите, давайте микрофон, а то у нас ничего не слышно будет. Давайте. Я книжку просмотрел, но, судя по всему, тут даже не упомянуто об этом самом пресловутом самом плохом в истории человечества, который там установили недавно. Самым плохом? В годе. 536-й, кажется, установлен. Недавно был. Ну, я этого не знаю. Так называемое Ястинианово мгла. Ну, то есть, извержение, которое скрыло... Значит, плохих лет было много. Для самого Ястиана был плохим год смерти Феодоры, високосный год. Вот, и я об этом тоже пишу. Это, да, это есть. Для самого Ясти... Значит, для империи был, конечно, страшным периодом Ястинианово чума, которая привела к большим человеческим потерям. Это и человеческие, экономические утраты. Ну, и хорошие годы были, наверное, для империи. Ну, например, почему бы не сказать, что... А, конечно, восстание Ника, 532-й год, это очень страшное событие. Ну, было и хорошее. Например, там... Наверное, кто-то радовался тому, что Рим снова стал римским. Ну, мы знаем, что Византийской империи, это... такого государства не было, это Римская империя. Просто мы ее называем, соответственно, средневековой, западноевропейской традицией Византии, а Яснян действительно была такая парадокс. Римская империя без Рима, Рим под варварами. Вот, соответственно, Рим при Ясняне снова стал на какое-то время римским, настоящим римским городом, как и Карфаген, как и провинции далекой Испании. Было, наверное, и счастье. Вот, если позволите, я хотел бы показать, чем можно пощелкать? Или надо говорить? Надо говорить, наверное. Хорошо. Вот посмотрите, пожалуйста, я приготовил некий иллюстративный ряд, вот такой вот красивый император, это неизвестно кто. Вот, давайте мы просто поговорим про Византию немножко. Время позволяет, до сих пор еще есть время, я надеюсь, успею. Если будут какие-то вопросы, у меня, пожалуйста, перебивайте. Нас немного, но, наверное... Я там еще буду, я посмотрел. Хорошо. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот такой типичный, не то, чтобы типичный, это такой вот хороший представитель, наверное, единственный представитель бронзовой императорской скульптуры позднего Рима. Это, кстати, тоже по поводу того, хорошо или плохо, когда культурную ценность кто-то похищает и тащит себе в частное владение. Дело в том, что, когда Константинополь был взят латининами после 4-го крестового, в результате 4-го крестового похода, венецианцы, ну, латинские короли переплавили многие бронзовые статуи в монеты, а венецианцы были люди богатые, неглупые, и они кое-что увезли. Вот, в частности, вот эта скульптура дошла до нашего времени только потому, что ее в свое время куда хотели, в общем, они утопили ее, видимо, венецианцы, скорее всего, венецианцы, они утопили ее, значит, неподалеку от берегов Италии, и вот в средние века ее подняли, правда, конечно, использовали руки-ноги, были бы использованы на колокола и кушки, а тело все-таки дошло до нашего времени, потом руки-ноги восстановили, но это не оригинальные руки. Но, в целом, скульптура вот императора, вот посмотрите, олицетворение императорской власти, он очень мощен. Если человек встанет рядом с этой скульптурой, он будет ему по коленку, ну, чуть-чуть выше коленки, скажем так, вот женщина, ну, наверное, среднего, вот я, например, скорее всего, достану ему, подняв руку, достану, наверное, до пупка, вот это очень большая скульптура, она там, четыре с половиной метров, он занимает колоссы с барлета. Вот непонятно, кто это, то ли это Валентиниан I, то ли это Валент, то ли это Ираклий, как думают жители барлета, может быть, это Валентиниан, может быть, не знаю. Вот посмотрите, вот такой вот император, может следующий слайд. А самого Истиняна каких-то вот скульптурных изображений в полный рост не дошло, вот то, что мы сейчас видим, это то, что стоит около берега речки Вардар, это Скопье, республика Македония, которая сейчас, по-моему, будет называться иначе, бывшая греческая республика Македония, и так далее. Вот у нас такой вот, для них вообще-то любой, кто в Македонии побывал, македонец, поэтому Александр Македонский Македонец, по названию Истинян Македонец, царь Семен Болгарский Македонец, это сотни, наверное, людей, Скопье просто уставлен с культурами исторических личностей, которые как-то побывали в Македонии. Но это современное вот такое у нас изображение Истиняна. Следующий слайд можно? А вот в реальной жизни то место, где Истинян родился, если правда, что действительно две деревушки, Таор и Бадар, находящиеся в нескольких километрах от Скопья, и являются теми самыми Таурисием и Бедрианами, о которых писал Прокопий. Это довольно скромное место. Вы туда приходите, и вот у вас вместо туристов, которые должны были по идее ехать на родину Истиняна, вас встречают такие милые козочки. Я их так сфотографировал. Козье стадо. Вот там написано Таор, указательно. Таор, следующий слайд можно? И то место, которое, где можно сказать, с высокой вероятностью можно считать отмеченое ображение Истиняна, довольно скромное. Маленькое поселение, оно раскопано, раскапывал его сэр Артур Эванс, тот самый, который потом Кносский дворец раскрывал. И, собственно говоря, он и предположил, что это, скорее всего, место рождения Истиняна. В общем, ничего особенного. Ни туристов, никого, козочки бегают. Там вообще люди нет. Рядом кладбище, все очень грустно. Соседнее кладбище, много людей хоронено. Древнее село, очень богатое, кстати, село. Вот по нему идешь и видишь, что действительно Югославское село там сильно отличается от того, что ты видишь где-нибудь под Псковом или там под Смоленском. Есть отличия. Следующий слайд можно спросить? Можно следующий слайд? Ну вот да. Здесь очень красиво. Вы знаете, я вот в книжке такое предположение делаю. Мне кажется, что человек, который вырос в этом месте, он каким-то вот чувством рожденной эстетики обладал. Можно следующий слайд? Следующий можно? Смотрите, как там красиво. То есть вот человек, который это видел каждый день, он вообще должен был уметь видеть красиво. И вот я совершенно не удивляюсь тому, что Юстинян захотел построить Святую Софию именно такой. Вот эти объемы. Следующий слайд можно? Ой, извините, я тут хулиганил немножко. Это 18 лет 7 есть. Кому нет, глаза закрывайте. Дальше. Вот смотрите, а это тоже, если Бадар, это есть те самые бедерианы, где жил дядя Юстин, ставший сначала военачальником, а затем императором, Юстиняну до Юстина было идти километров 8 пешком. И вот по таким тоже очень красивым, по такой красивой местности. Это речка Пчинья, которая течет около нынешнего села Бадар. Следующий слайд, пожалуйста. Юстинян построил, Прокопий об этом пишет, Юстинян строил близ место своего рождения, город Юстиняна Прима. Где находится этот город, достоверно, все-таки не ясно. Но историки сошлись во мнении, что скорее всего это Цариченград, городище близ города Лесковац. Это окрестности Ниша в Сербии. Вот историки пишут неподалеку, но вот честно могу сказать на автобусе это где-то 4, больше 4 часов на автобусе. То есть это относительно недалеко. То есть на карте... Недалеко, относительно недалеко. На карте, значит, это совсем рядом, если взять, допустим, карту мира современную и посмотреть. Это рядом. А если вот так вот лично проехать, я, например, от, по-моему, там городок Лебана рядом, тут Лесковац от Лесковац до Лебана. Вот я от Лебана шел 2 часа пешком, но мне не показалось, что это недалеко. Сергей Борисович, у меня вообще впечатлили ваши путевые заметки. Я хотел спросить потом и о поезде Грозный Гудермес, что там с вами случилось, но это потом. 15 человек в купе пласткартного вагона в советское время. И билеты были только у 4. Все нормально. Можно следующий. Вот, смотрите, вот это Ястиняна Прима, да? Если действительно Цариченград это Ястиняна Прима, это последний город, который в Европе строился по плану. То есть, когда утверждался план города, когда планировалось все вместе сразу, общественные сооружения, частные здания, прямые улицы, там, рыночная площадь, храм, уже время позднее, античное. Вот такие вот развалины. Ну, это вот, мне, знаете, мне не очень нравится писать книги, если я не трогаю руками вот эту землю. Кстати, почему я и хотел, чтобы монеты были, очень, вот через монету человек воспринимает историю. Я вот начал с того, что неоднозначно, неоднозначно люди относятся к тому, что исторический артефакт может попасть в частные руки, но это, в общем, тактильное познание истории. Вот ты ее берешь, и ты понимаешь, вот Ястинян, Ты можешь ее почистить, ты можешь ее изучить, ты можешь ее, допустим, уж если там совсем хочется потратить много времени попробовать разложить по штампелям. Ну, много чего можно сделать со старинной монетой, но прежде всего, ты, конечно, можешь потрогать историю. Это действительно, вы ее трогаете. Так вот, мне не нравится делать книжки, если я не могу туда поехать. Первую книгу я делал, конечно, в библиотеке, и это было, ну, совершенно нехорошо. А вот здесь, например, это там 5 путешествий в Иран. Здесь это большая часть фотографий, по крайней мере, пейзажных, это делаешь сам. Здесь тоже самое. Я поехал и решил посмотреть, а что же Яснян построил в Европе. А где он родился, давайте посмотрим, как это все там сейчас. Вот эти вот фотографии, это все самодельные. Следующий слайд, можно? Да, там тоже красиво. Вот этот столб света, да, вот стоишь и видишь, вот, господи, если, ну, Яснян, конечно, может быть, не бывал здесь, все-таки это довольно далеко от места его рождения, но, по крайней мере, пейзаж это сходное. Вот этот столб света, ну, чем вам, так сказать, не какой-то, человек мог там пережить какое-то мистическое озарение, после чего родил, можно? Следующий слайд. После чего ты не удивляешься тому, что вот такой стала святая Сапия, вот такой мощный, такой вот, и просторный, и мощный, и массивный, и неоднозначный, как сам Яснян. Следующий слайд, можно? Ага, спасибо. Я вот постарался без минареков ее снять. Ну вот. Следующий слайд, пожалуйста. Вот меня совершенно не удивляет, что человек, родившийся в том месте, вот понимал, что надо строить такие храмы. Следующий слайд, пожалуйста. Это притвор собора. Следующий. Ну вот, с этой мозаики я начинаю. Это, конечно, в книжке немножко похулиганил. Дело в том, что вот с мозаики Святой Софии, они дошли до нашего времени благодаря нескольким людям. Во-первых, они дошли благодаря, наверное, все-таки какой-то неорганизованность тех, кто должен эти мозаики каким-то образом закрыть и уничтожить. Их все-таки закрыли, но не уничтожили. Потом в середине 19 века в Константинополь прибыли архитекторы-братья Фассати. Они были присланы туда по просьбе турецкого султана. Их прислал Николай, швейцарские архитекторы, братья Фассати. И они провели ремонт Святой Софии, которая в тот момент в общем-то разваливалась. И многие из мозаик они открыли и закрыли снова, замазали штукатуркой. Можно по-разному к этому относиться, но они их спасли. Потому что 120 лет они, нет, меньше 100 лет они находились закрытыми, а потом в 30-е годы, когда Святая София стала светским зданием. И я очень надеюсь на то, что она и останется музеем. Я вообще небольшой сторонник передачи религиозным организациям немеренного количества зданий. Вот такие здания, наверное, все-таки лучше иметь в виде музея. Так вот, мозаики были вскрыты, вскрывали их американцы. Ну, как сказать, американцы много работают в истории Византии, в частности, человек, который это делал, это, значит, Томас Витмар, он, значит, работал в том числе и с русскими эмигрантами. Я вот, например, захотел очень, так вот, поскольку жизнь замечательных людей это не строгая наука, здесь можно и похулиганить, и что-то от себя написать, я вот придумал, допустим, некую конструкцию с его литературным секретарем Анатолием Фроловым, который мой земляк из Саратова. Я вот придумал такой диалог Уитмара и Фролова на лесах вот около этой мозаики. Хотя, на самом деле, конечно, мне из постсоведа указали, что если бы, ну, неясно, был ли Фролов в этот момент в Константинополе, но уж если бы кто и был, то там был такой Николай Клюга, тоже русский эмигрант, вот скорее Клюг бы там находился бы на лесах и, значит, вместе с Уитмаром скрывал бы эти мозаики. Вот посмотрите, пожалуйста, как византийцы оценили Юстиниана. Слева стоит Юстиниан с макетом Святой Софии, она довольно неплохо узнается. Справа стоит Константин с макетом Константинополя и, значит, предстоят они Богородицы. Ну, византийцы были благодарны Юстиниану за этот храм. Тут все в порядке, в порядке вещей. Можно следующий слайд? Смотрите, пожалуйста. Ну, византии строили хорошо. Я тут понимаю, что выступаю перед москвичами и сам являюсь москвичом. Это плитка. Вот она не перекладывалась полторы тысячи лет. Она лежит. Вот, смотрите, плиточка Юстиниан и Прима. Ну, да, она без подновления, конечно, трава проросла, за ней так не ухаживает, не перекладывает каждые два-три года. Ну, вот, лежит нормально. Следующий слайд можно? Значит, вот эти портреты, предположительно, Юстиниан и Феодора, вот они должны быть вместе. Причем, вот иногда будут какие-то мистические вещи. Например, когда я написал эту книжку, вот эту книжку, примерно в том году, когда она вышла, я шел по Москве и зашел случайно в магазин, даже, ну, такой антикварный магазин, на Матеремушку, больше нет там. Вот, и сейчас я просто хочу посмотреть, не задерживаем ли мы там за синий. Вот, и мне случайным образом достался, например, сборник, посвященный памяти академика Бартольда, не памяти, извините, в честь академика Бартольда, он тогда еще здравствовал. Вот, значит, на сборнике было написано, что он отпечатан в количестве 750 экземпляров, из коих 99 номеров, на кодиноменной. Угадайте, с каким номером мне достался сборник. Да, мне достался без номера, достался экземпляр академика Бартольда. Вот, вот так вот в московском мукинистическом магазине книжка, изданная в Ташкенте, с выведенными штампами библиотеки, по-моему, Творца культуры, РКК, ну, в общем, двоенная какая-то библиотека, и вот это оказалось здесь. Так вот, такая же мистика, например, с изображением Феодоры. Был в Равенне в качестве туриста, и, проходя по улице, увидел выставку. Приехал в музей с Форца из Милана. Ну, зашел к этой маленькой экспозиции, среди экспозиции стоит голова Феодоры. На всякий случай сфотографирую. Вот через там 10-15 лет случай представился, это стало иллюстрацией книги. Хотя вот в Милане я так и не побывал в этом музее. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот еще одно изображение Ястиняна. Это, опять же, кстати, вопрос о том, плохо или хорошо в частных руках иметь артефакт. Вот этот артефакт лежал в музее. Монетов 36 солидов. Это примерно 165, 167 грамм золота. Ну, ее украли из музея и, в общем, переплавили. Копия осталась, слава богу. Следующий слайд. Вот, посмотрите, пожалуйста. Еще изображение Ястиняна. Я знаю, что вы... Это известнейшее изображение Ястиняна. Вот известней просто нету, даже вот на обложке оно есть. Но мне очень хотелось сфотографировать их вот вживую. Вот не так, как их делают. Профессиональная съемка, абсолютно ровно, вот все, так сказать, квадратиком. Вот как это реально выглядит. Вот это окно светит от Ястиняна на Феодору. Она будет на следующей стене. Можно следующий слайд? А вот Феодора окно светит на Ястиняна. Они друг на друга смотрят и друг на друга светят. Очень такой вот хороший ход. И так вот... Они уже по жизни были вместе. Они вот после смерти вместе вот так вот в церкви. Могилы ведь не осталось. Ни Ястиняна, ни Феодора, никто не знает, где они лежат. Собор святых апостолов разрушен в 15-м столетии. Саркофаги растащили на постройки. Часть саркофагов, если кто увидит, посмотрите, будете в Стамбуле. Во дворе археологического музея стоят несколько саркофагов. Их, в общем-то, атрибутировали. Насколько достоверно, вопрос спорный. Но вот примерно в таком... То есть понятно, в каком саркофаге был Ястиняна, но непонятно, где этот саркофаг. Может быть, один из них есть, может быть, нет. Следующий слайд, можно? Вот. И вообще вот идея запечатлеть себя в соборе, она такая древняя. Вот посмотрите, пожалуйста. Но чем выше человек по властной лестнице, тем проще ему, естественно, делать. Вот, пожалуйста, монограмма Феодора Василиса. Их много монограмм в соборах Святой Софии в Константинополе. Фотографии не передают изящество Капители. Там прекрасная работа, ажурная резьба по мрамору в несколько слоев. Это вообще чудо какое-то. Вот Феодора Василиса. Следующий можно? Значит, это Ясниан Август, это его монограмма. Много таких колонн тоже. Вот. И вообще, Ясниан, конечно, средневековый человек себя в храме должен был запечатлеть. Была надпись посвятительная на алтаре от Ясниана и Феодоры, посвященная им. Следующий слайд, можно, пожалуйста? Ну, видите, вот в соборе Святого Сергия Ваха сейчас это мечеть. Вот, в отличие от Святой Софии, которая музей, собор Сергия Ваха, мечеть. Но надпись осталась. Только ее не уничтожили. Она как была, так и есть. Это тоже такая длинная-длинная надпись, посвященная Ясниану Феодору. Книжки у Сергея Иванова «Поиск от Константинополя» она как раз переведена с переводом, можно почитать. Ну, вот. Ну, вот буквы вот такого примерно размера. Это вот фотографии нельзя масштабировать человеком. Буквы примерно ну, сколько, полметра они высотой. Это вот серьезная надпись. Там нет сотен знаков. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот, видите, когда Ясниан построил собор, можно было и другим людям себя запечатлеть. Вот, посмотрите, уже, наверное, где-то сколько, с 14 века у нас сколько времени прошло? 700 лет, получается. 700 лет Матфея Поп-Галичский в намоленном месте. Вот он расписался. И вот мы до сих пор можем прийти и увидеть надписи. Так, кстати, таких граффити в соборе Своя София построено в Ясниану. Очень много. То есть он и себе, так сказать, себя восславил, а другим дал возможности. Ну, и только, пожалуйста, не делайте такого сейчас. Не надо такое делать. Хотя, кстати, я вот, честно говоря, надеюсь, никто не будет. Я попробовал так вот пальцем ковырнуть. Этот мрамор не процарапать. Надо очень постараться. Чувствующий подготовился, принес, поработал. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, посмотрите, пожалуйста. К сожалению, не дошло до нас. Была гигантская конная статуя Ясниана. Она осталась в описаниях историков, но до нас она не дошла. Но на рисунках европейских путешественников средневековых и на русских иконах в византийском временике, по-моему, в начале 60-х годов была даже специальная статья на эту тему. Есть изображение Юстиниановой статуи. Она стояла на площади Августеона около собора Святой Софии. И вот, следующий слайд, пожалуйста. Я вот даже настолько оказался вот в плену вот этих изображений, что счел, что это и есть та самая Капитель, хотя это на самом деле не доказано. И вот, наверное, если будет второе издание, я, конечно, эту подпись поменяю. Я напишу, что это Капитель, которая очень похожа на ту, на которой располагалась конная статуя Юстиниана. Ну, огромная. Видите, рядом стоит человек. Я специально фотографировал с человеком. Ну, это вы видите, какого размера эта византийская деталь архитектурная. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, а вот, собственно говоря, дальше можно листать их достаточно быстро. Я просто хотел показать, какие бывали монеты Юстиниана. Вот это солид золотой, это серебряная. Ну, никто не знает, он точно называется, мы будем считать, селитва, карфаген. Это фолис Юстиниана Константинополя. До 12-го года правления разыгрываться они и будут в основном. Это, начиная с 12-го года правления, у него изменился монетный тип. Монетный тип фаз. Такие красивые монеты, довольно большие, тяжелые. Следующие. Следующие. Ну, вот, к Антиохе Юстиниан восседает на троне. Один из вариантов. Вот это город Рим. Монета отличается. Следующий слайд. Ну, и вот, собственно говоря, вы знаете, Юстиниана нет, а дело его, что называется, живет. Вы можете прийти в Константинополь и не только подняться, что называется, к Богу, да, и посмотреть его дом, собор Святой Софии. Можете опуститься вниз. Вот это, например, цистерна для жителей города построена по приказу Юстиниана. Это сейчас Бербендерак, по-моему, музей называется. Там можно зайти, купить билеты. Вот. И не только человеку хорошо Юстиниану построят. Последний слайд мне нравится. Последний слайд. Вот рыбки плавают, они тоже вот в этой цистерне плавают. Тоже радуются тому, что Юстиниан сделал. Они там живут. Вот. Спасибо, Сергей Борисович. Уважаемые читатели, наверняка созрели какие-то вопросы, мнения, рефли, какие-то комментарии. С удовольствием передам микрофон и можно будет задать автору. Если есть желающий рун, барабан пустой. Сейчас вот можно чеки подписать. Барабан пустой, но надеюсь, что пока... Я говорю, на монетах на одних звездах, на полумесяц, на третьих крестах. Юг, где-то, что-то, что-то радует. Давайте микрофон. Буква «Р» на монетах вот у вас. 40 номинал. Это номинал. 40 копеек. Сергей Борисович, ну тогда у меня будет вопрос глобальный, банальный, но вечно актуальный о ваших творческих планах. Какие еще замыслы, над чем сейчас работаете? Ну, скажем так, если говорить честно, то мои творческие планы – это завершить удачно те проекты, которые я сейчас начал как консультант, как руководитель в своих руках известной консультантовой компании, потому что мы сейчас имеем несколько серьезных проектов по описанию бизнес-процесса в закупке. Вот я буду честно говорить, ведь это мои важные творческие планы. О творческих планах поговорить. Ну, я буду очень рад, если издательство «Молодая гвардия» переиздаст еще одним изданием императора Византии. Я считаю, что сокращенный вариант был бы очень полезен нашему читателю. Все-таки книжка устарела, вот первое издание устарело. Выходило еще одно, второе. Оно уже закончилось. Ну, мне кажется, это... А это тоже надо делать, она просто так автоматически не появится. Ну, и, вы знаете, говорят, вот не надо говорить о творческих планах, то можно их и не выполнить. Ну, скажем так, я вот хотел бы попробовать себя в художественной прозе исторической, но, не знаю, времени не хватает, времени бы побольше. Это наша проблема для всех. Меня очень интересует Византия эпохи упадка. Меня очень интересует 14 век. Это сложный век, это сложный век в истории России, это сложный век в истории вообще вот такой вот Европы, да, и такой бурлящий век. Меня очень интересует такой персонаж, как византийский император и монах Антон Токузин, который прожил огромную жизнь, долгую очень, он ее почти за 90 лет перешагнул. Он побывал чиновником, полководцем, императором, бунтовщиком, монахом. Ну, и, вот, в общем, меня очень интересует может быть, что-нибудь я про него напишу. Но, мне говорят, с чем ты к нему берешься? Личность такая малоизвестная. Действительно малоизвестная. Ну, чтобы известность стала. Такие вот вещи. Спасибо. Ну, пожелаем вам мгновения, времени, удачи. Уважаемый читатель. Давайте поаплодируем Сергею Борисовичу Борисовичу рассказ. Я сейчас предлагаю перейти к фотографам и к монетам и решить... Значит, подождите, у нас процедура какая? Если кто-то хочет принять участие в розыгрыше, берется чек и на чеке пишется фамилия и инициалы, чтобы мы потом могли идентифицировать человека. Чеки мы кидаем в барабан, монету перемешиваем сюда вот, и я достаю монету, кручу барабан. Знаете, самый честный способ выбора – это жребий. Вот я не знаю, есть ли среди вас люди, которые занимаются всякого рода определением наилучших поставщиков, тендерами и прочее, вот говорят, какой способ лучше выбора поставщика? Я говорю, что самый, лучше не знаю, самый справедливый жребий. Вот жребий определили. Да, пусть все решит жребий. Спасибо. Спасибо, Анна. Хорошо. Привет. Пиши, пожалуйста, на мой номер. Так, там. Так, там.